МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рустам Миниханов и главные акценты послания Государственному Совету. Ильдар Сайфулин, гвардии, капитан и орден мужества посмертно. Суперкубок, суперкоманды Динамо Акбарс. Люди, события, явления, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире 7 дней, в студии Ишатаминов. Смотрите сегодня. Отдельно хотел бы отметить главу Титюршского района Рамисхатвича Софиулова. Во-первых, гордость и, конечно же, благодарность за то, что наши работы заметили. Герои послания. Формат ставшей традицией. Кто они? Люди года в послании президента. Проблема никуда не денется. Просто стоять будет не дорога, а сразу все, что после нее. На те же, в принципе, деньги можно было сделать здесь, вместо вот этой дополнительной полосы, полноценную выделенную полосу для автобусов. Деньги на вылет. Горьковское шоссе, ответы и вопросы, и поиск смыслов. Отсюда, вот с второго этажа Михеляевского дома, открывался прекрасный вид на волжские просторы. Это был олигарх, очень серьезный. Петр Первый и Казань. Что правды, что вымысел. И тайны дома Михеляева. Центральное политическое событие на этой неделе в Татарстане. Послание президента республики Рустама Миниханова к Государственному Совету. Важнейший программный документ с ясными сигналами обществу и четко расставленными акцентами в экономике и социальной сфере. Лично для меня самое ценное послание, оно не является неким абстрактным документом с горой цифр и общих предложений. Оно всегда очеловечено присутствием конкретных людей, лидеров той или иной области человеческой деятельности. Давайте еще раз вспомним. Самое главное, ребята, что здоровья крепчайшего, чтобы боевой дух был, хорошее настроение. Это встреча делегации республики с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Татарстан передал военным 200 тонн груза. Глава Тетюрского района Рамис Софиулов направил и личные средства. Отдельно хотел бы отметить главу Тетюрского района Рамис Хатвича Софиулова, а также предпринимателя из Муслимского района Ильгиза Закьяновича Исламова. И таких людей в республике много. Хочу поблагодарить всех и каждому за оказываемую помощь. Мы продолжим эту работу. Тех, кто особенно активно помогает участникам спецоперации, мобилизованным татарстанцам и их семьям, благодарит Рустам Мениханов. Руководитель муслюмовской агрокомпании Ильгиз Исламов пожертвовал 3 миллиона рублей в поддержку призванных из родного района. Каждый получил по 50 тысяч. Начинал полвека назад, а сегодня Ринат Ханов заслуженный фермер России. Занимается растениеводством в Тукаевском районе. Сегодня за вклад в развитие ПК благодарность от президента ему и еще пятерым передовикам. Пример, как надо работать в Сызгарахнах и Мушлар Сызгарх. За вклад в рекордный урожай президент благодарит компанию «Татнефс» и дизельное топливо для полевых работ они поставляют по льготной цене. Отдельная благодарность компании «Татнефс» и его генеральному директору, «Навифатшо Маганова» за ежегодную поддержку отрасли льготным и качественным топливом. В зале шесть глав сельских поселений. Президент благодарит их за нужную работу и подчеркивает, местное самоуправление – это то звено, которое напрямую контактирует с населением. Это было очень приятно, и то, что наш президент всегда обращает внимание на нас, на самые первые ступени, наверное, власти, это муниципальные сельские поселения, и всегда помогает. В вашем лице мы аплодируем всем учителям нашей республики. Аплодирует учителю в четвертом поколении Рафику Закирову, учителю года Ильсуру Зиганшину и победителю муниципального этапа конкурса Ларисе Ефимовой. Во-первых, гордость и, конечно же, благодарность за то, что нашу работу заметили, что нас выделил президент, что эти конкурсы направлены на повышение статуса учителя, конечно же, и, несомненно, это очень приятно. За труд – благодарность врачам республики. В зале – представители пяти медицинских династий, общий стаж которых свыше ста лет. Крупный бизнес, молодые ученые, успешные спортсмены – герои на послание президента стали те, благодаря кому республика стабильно развивается. Лена Зинатольевна, Рамиль Галюлина, Дельмин Дубаев, 7 дней. Присутствие в зале, я бы так сказал, героев послания – это прежде всего ясный сигнал обществу. Определение правильного направления развития личности, моральный и общественный императив жизненного успеха. Не побоюсь громких слов, пример для подражания. Для меня это еще источник оптимизма и веры, что когда-нибудь все будет хорошо. Как у Маяковского. Я верю, город будет, я верю, саду цвесь, пока такие люди в стране советской есть. В нашем случае, пока такие люди в нашем Татарстане есть. Согласитесь, любое достижение, творение бессмысленно, если оно не имеет в своей основе человека. Так и послание Рустама Миниханова к Государственному Совету было пронизано заботой о благополучии населения республики. Насколько мы это себе можем позволить в нынешних тяжелых для всех условиях. И еще один важный момент. Прочитав послание прежних лет и оглянувшись вокруг, вы можете увидеть многочисленные примеры реализации стратегических целей и задач, заложенных президентом в этом документе. Они в изменившемся облике наших городов и сел, в новых школах Адымнар, которые уже и школами назвать трудно, скорее это храмы науки и образования. Они в тысячах новых производств и прорывных проектах. Президент Татарстана отвечает за свои слова и не дает пустых обещаний, добиваясь максимальной реализации намеченного. Я думаю, многие со мной согласятся, потому что правда лучший аргумент. Тимур Бекмурдин продолжит. Четко читалась уверенность. Уверенность, которая нужна на сегодняшний день, может быть, как никогда в обществу. Мне очень нравится его посыл, чтобы родился в Татарстане, и в Татарстане же пригодился. Все по делу, все цели обозначены. То, что лидер нашей республики, многонационального народа, президент нашей республики, Руслан Магалевич Миниханов, очень четко и уверенно видит, и сегодняшний, и завтрашний день, это для нас очень важно, для всех. Очень сильное послание президента. Сегодня мы уже знаем все. Известенный текст послания президента и его основные акценты. Сейчас можно говорить уверенно. Рустам Миниханов остался верен себе. Своей традиционной программной речи, кстати, 13-й по счету, глава республики не раздавал щедрых обещаний, не распекал лишний раз чиновников, был собран, конкретен, доброжелателен. И, как точно подметили люди, находившиеся в зале, Рустам Миниханов вселял уверенность. Наверное, сейчас это самое важное, учитывая сложную международную политическую и экономическую обстановку. Поэтому начал президент красиво. Словами народного поэта Татарстана Мудариса Аглямова. Подчеркнув, что родной язык, родная земля, наши духовно-нравственные традиции, богатые историко-культурные наследия являются теми ценностями, которые были и остаются нашей главной гордостью и предметом особого бережного отношения. И все бы хорошо, но сейчас эти ценности нам приходится отстаивать. Рустам Миниханов подчеркнул, Татарстан один из опорных регионов многонациональной России. И наша страна сейчас подвергается беспрецедентному внешнему давлению Запада. На всех фронтах, политическом, экономическом, информационном, Российская Федерация сейчас проводит специальную военную операцию для защиты наших граждан. Поэтому для всех нас воссоединение с освобожденными Донецкой, Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями стало историческим и долгожданным событием. И борьба с неонацизмом на Украине продолжается. Вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Солдаты и офицеры Вооруженных сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, выполняют священный долг по защите безопасного будущего для России. Мы верим в нашу победу. Выбрать путь служения Родине и его народу наши доблестные воины защищают мир, порой ценой собственной жизни. Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их мужество и отвагу. Предлагаю почтить память погибших в ходе специальной военной операции минутой молчания. Мы, как монолит, едины в этом. Вся Республика, начиная от предпринимателей, заканчивая обычными гражданами, правительством, депутатским корпусом, мы все будем приближать День Победы. Республика должна обеспечивать тыл, вот этой самой СВО, и, соответственно, у Республики очень большие задачи. Начиная от собственной задачи оборудованного комплекса, кончая тем, что любое высшее учебное заведение, сегодня такие, как Казанский университет, как Иннополис, который он напоминал, вот они все тоже работают, в том числе и на оборонную промышленность. Ситуация осложняется тем, что эти стратегические задачи и в оборонном комплексе, и в целом в экономике нужно реализовывать в условиях жесточайших санкций. Республика к этим вызовам оказалась готова, благодаря прочному фундаменту, заложенному в предыдущие годы и стабильной работе промышленности. И тем не менее, обстановка по-прежнему непростая. И в основе реализации всех наших программ повышения качества жизни и благосостояния населения эффективной экономики. В текущем году предприятия столкнулись с целым рядом вызов. Ограничения во внешней торговле, нарушения логистических цепочек, перекрытия доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам. Санкции никогда не закончатся, если мы сами не научимся производить ту продукцию, которая сегодня востребована. Мы никогда не научимся, санкции никогда не прекратятся, пока мы не научимся создавать высокотехнологичную конкурентную продукцию. Поэтому вот в рамках этого и в послании президента мы увидели четкие задачи. Это и развитие в научно-техническом направлении, это и взаимодействие с наукой, еще раз акцентировал внимание на тех передовых школах. Очень серьезное внимание, конечно, по части подготовки кадров. Импортозамещение, мы все говорим об этом, но что лежит в основе? В основе лежит новая технология, в том числе информационная технология. И открытие, например, того же нового парка, IT-парка имени Ромеева, это такой, не на словах, а на деле вклад именно в новой технологии, информационной технологии. Я для себя услышал, что будет, и вот сегодня как раз будет проходить совещание по поводу исламских финансов. Я считаю, что это именно к месту и вовремя, так как вообще во всей России есть всего шесть специалистов, которые имеют сертификат международный Айофи, и все они живут, проживают в Татарстане. Поэтому кому, как не нам, кому, как не в Татарстане реализовывать данный вопрос. Когда мы вместе, едины, когда поддерживаем друг друга, нам по плечу любые задачи и цели. Эти вроде бы прописные истины, иногда полезно повторять и благодарить тех, кто им следует. Президент отдельно отмечает крупные бизнесы и те компании, которые поддерживают наши новые регионы Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР. Слова благодарности и нашим нефтяникам, Татнефть, образцово-показательная компания с точки зрения социальной ответственности. Впервые в этом зале основательница компании «Валберес» Татьяна Бакальчук, одна из самых богатых бизнес-леди в России. Для Татарстана Татьяна Владимировна давний партнер, друг, инвестор. Один из крупнейших маркетплейсов инвестировал в экономику республики более 5 миллиардов рублей. Компания уже создала более 7 тысяч рабочих мест. Республика «Валберес» Республика «Валберес» нам помогает. Мне очень понравился центр образовательный, который мы вчера посетили. Маркетплейс «Легко». Какие замечательные ребята, выдушевленные, энтузиасты своего дела. И я тут недавно разговаривал с одним человеком по поводу образования. Мы как раз говорили, и он сказал такую интересную фразу, мне понравилось. Для того, чтобы у тебя не было потолка, нужно, чтобы был крепкий фундамент. Так вот, те ценности, которые Рустам Магалич сегодня перечислил, это как раз то, что создает правильный, хороший фундамент. И давно пора действительно было обратить на них внимание. Я уверена, что в Татарстане это точно будет программа выполнена. Очень важно, вот в это непростое время, которое продолжает нас экзаменовать, очень важно слышать друг друга. И поэтому в обращении президента было немало слов именно к общественным организациям, гражданам. Мне думается, что сегодня самое главное, что сказал наш президент, это то, что как бы нам не было сложно и не просто сегодня, то самая главная задача сегодня – объединение. И Татарстан продолжает двигаться поступательно и целенаправленно по намеченному пути. Уже в этом году все 325 государственных и муниципальных услуг в республике будут доступны населению в электронном виде. Это огромное достижение. Год цифровизации себя оправдал. В строительстве, в том числе и в дорожном, отмечается мощный рывок. Протяженность дорог первой категории в Татарстане к 2025 году удвоится. Построят два моста через Волгу и Каму. Реализация мегапроектов на территории республики, строительство трассы М12 и реконструкции М7 идут без промедления. Работать еще лучше, чем работали. Вот такое наставление сделал нам сегодня президент. Всем дорожникам. В центре всех преобразований по-прежнему человек, а повышение качества жизни людей было и остается приоритетом для республики. При этом Рустам Миниханов много в послании говорил о нематериальных ценностях, о духовности, сохранении развития языков, культуры, традиций. На смену в году цифровизации приходит год 2023 национальных культур и традиций. Мы, жители Татарстана, многонациональной России, по праву гордимся нашими многовеками и традициями, которые передаются из поколения в поколение. Это бережное и уважительное отношение к старшим, любовь к труду, к своей земле, крепкая семья. Эти базовые ценности мы стали ценить сегодня, как никогда. Именно они основа нашего будущего и будущего наших детей. опираясь на них, нам все по плечу. Алтавызе терли великолепно жиди бурж-лартера. Уртав-тараштапля без аларны утеп шага ал-шаклос. Без берге без бульдра. Сызгэ барэзгазарахмэнс. Есть дети, есть внуки. Мы работаем ради них, живем ради них. И я уверен, что те задачи, которые президент на сегодняшний день нам поставил, мы их будем не просто выполнять, а объединимся и вокруг нашего лидера, и вокруг лидера нашей страны. И как завершил наш президент, без бриге был драбус. Мы обязательно вместе победим. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. Семь дней. В послании президент много говорил о патриотизме и настоящих героях, которые сегодня выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Память погибших почтили минутой молчания. Один из таких героев Ильдар Сайфуллин родился в Узбекистане, окончил Урусинскую среднюю школу номер два Ютазинского района Татарстана. Мечтал поступить в военное училище, целеустремленно готовился к своей будущей профессии. В последние годы жил в Москве с женой и четырехлетней дочкой. 33-летний Ильдар Сайфуллин гвардии капитан, командир комендантской роты отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа погиб, спасая товарищей на территории Харьковской области. Его похоронили в поселке Урусу. За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в специальной военной операции, Ильдар Ильдусович Сайфуллин награжден орденом мужества посмертно. Чтобы помнили не только те, кто знал, чтобы передавали другим поколениям. Урусинская школа номер два хранит память о своих выпускниках, погибших в разные годы, в разных местах, выполняя воинский долг. В нашей школе есть юно-армейский отряд, и мы планируем, готовим уже документы, чтобы отряд назывался в честь Сайфульна Ильдара Ильдара Ильдусовича. Чтобы ребята знали, гордились тем, что в нашей школе обучался Ильдар. Знали об этом, гордились, помнили. Погибают самые сильные, самые смелые ребята. И хотелось бы, спецоперация идет, чтобы больше мы не открывали таких мемориальных досок. Ильдар Сайфулин окончил эту школу в 2006 году. Без колебаний выбрал профессию военного, мечтал о ней. Как поступил в военное училище, решил поделиться радостью с классным руководителем. Я была дома, он не в школу пришел, он пришел домой, радостный такой, поступил, сказал, я очень была за него рада, сказала, молодец, ты ведь хотел с детства, вот теперь будешь заниматься любимым делом, я сказала. Он мне рассказывал, что он хочет в жизни добиться, и даже говорил, что про него еще узнают. Тот самый класс, вторая парта в левом ряду, у окна. Одноклассники уже разъехались по разным городам и странам, но каждый помнит не только школьные годы. Остались только очень короткие вспоминания, очень добрые, как мы с ним последний раз виделись, гуляли, как он мне шоколадку подарил. Я, конечно, очень горжусь, что училась с Эльдаром, что именно с таким человеком, который справедливым, он патриотом своей страны. Вот, мне эта шоколадка прям вот очень в душу запала. Готовил себя и морально, и физически к будущей профессии. С 13 лет начал заниматься греко-римской борьбой. По словам тренера, мог выйти на ковер с любым соперником, независимо от весовой категории. Не любил он проигрывать, поэтому ставьте у меня с одним, с другим. Вот, у него была такая черта, не боясь, даже если какая-то травма у него, но все равно выходил на ковер и хороший, мужественный человек был во всех отношениях. Сильный духом вот, у него был стержень, именно вот, настоящий стержень мужества был. Просто передаю привет, у нас все хорошо, живы, здоровы, кормят, а все, больше ничего и не надо. Военное училище закончил в 2012-м, служил в Московской области, гвардии капитан, командир комендантской роты. В конце февраля отправился в зону проведения специальной военной операции. 30 июня получил осколочное ранение в голову. 1 июля скончался. Похоронили там, где прошло все детство и юность, поселке Уруссу. 27 января Ильдару Сайфулину исполнилось 33 года. Жена и 4-летняя дочка в Москве. На малой родине родители и братья. Ильдар был средним сыном. Он с детства мечтал. Он даже вот эти фильмы «Кадеты» в то время вышел, когда учились они в школе. Он смотрел все вот это. Я хочу быть военным, хочу быть военным. все. Ну вот он когда уже выучился, ну, не только мне, наверное, говорил постоянно «Папа, я же первый у вас в роду, можно сказать, военный». Ну, гордился этим. Гордился. И мы гордились. Он никогда не метался. Там никогда не сомневался ни в чем. Он все время твердо, уверенным шагом шел вперед. Пока служил в Подмосковье, звонил часто. Из территории Украины весточки присылал. Не прятался за солдатами, последние месяцы был на передовой. Орденом мужества награжден посмертно. Мне он ничего не сказал. Я не знаю, что он. Со мной даже не советовался. Мы просто в последний месяц уже узнали, что он был на передовой. Он никогда не рассказывал. все хорошо, все нормально. Диверсионная группа сработала со стороны противника. Они отбили их роковой осколок. Один-единственный. Но он не сразу погиб. Еще как очевидцы рассказывают, что он на своих ногах, при помощи ребят, дошел до машины, довели его. Он был жив. И сказал, что сейчас немного подлечусь и вернусь к вам. Немного подлечусь и мы вернусь и мы их накажем. В детстве часто бывал в деревне, километрах в 20 от Урусу. Байракита Мак, родина героя Советского Союза Фатыха Шарипова. С друзьями и один, на велосипеде и на лыжах, самостоятельно добирался. С детства и по хозяйству говорят помогал, на мотороле Ресена возил, даже однажды перевернулся на мосту, любил из крыши попрыгать. И потом уже в короткие дни отпуска, если удавалось доехать сюда, то обязательно навещал бабушку и дядю в деревне. Вот поставил перед собой его фотографию, разговариваю, а он не отвечает. Настоящим офицером был. Аби, мы обязательно победим, говорил. Всегда улыбался, людям помогал. Просил, чтобы я молитвы читал и повторял их за мной, выучил. Рассказывал, что многих товарищей потерял, но и многих удалось спасти. По телефону сообщили, что Ильдара Сайфулина больше нет. 1 июля. Брат с семьей были в Казани, отец деревни, мама домой возвращалась. Не верился. Но казалось, это правда. А я еще за рулем. Угу. Илья до дома доехал. Братишка окружил себя очень хорошими людьми. Вокруг себя собрал достойных ребят. За такую короткую жизнь многое успел сделать. Молодец он наш. Гордость. Гордость. Недавно вышел этот на связь командир его. И вот в конце только он признался, что вот Ильдар наш его вытащил. Ну, короче, спас получается жизнь. Он родителей не подвел, достойно все сделал. хотелось бы, чтобы будущее поколение смотрело именно вот на таких героев. Зуфар Довлетчин, Андрей Ключников, 7 дней. В своем послании Государственному Совету Татарстана президент республики обратил особое внимание достижениям в сельском хозяйстве. Прозвучали такие цифры. Урожай зерновых свыше 5 миллионов тонн. Урожайность по республике почти 37 центнеров с гектара. Самый большой хлеб собрали Арский, Тетюшский, Буинский, Мензелинский и Муслимовский районы. Татарстан полностью обеспечен основными видами продукции и имеет возможность поставлять значительные объемы за пределы республики. Рустам Миниханов выразил слова особой благодарности сельчанам за их важный и непростой труд. Я хотел подчеркнуть, в современных условиях вопросы глобальной и национальной продовольственной безопасности получают новые звучания. Запасы продовольствия, как мы видим из недавних событий, становятся важным элементом мировой политической повестки, а зачастую инструментом шантажа и давления. И при этом нужно учесть о наступлении мирового продовольственного кризиса говорили еще два года назад. Его черты стремительный рост цен на продовольствие при его дефиците. Причины не только геополитические, но и экономические, связанные с пандемией ковида в том числе, когда многие предприятия закрывались, нарушались маршруты подставок. Изменение климата мы также почувствовали на себе. Экстремальная жара, засухи становятся все разрушительнее. И, наконец, рост цен на газ, начавшийся еще в 2021 году, вызвал значительный рост цен на удобрения. В результате, по оценкам ООН, уже в прошлом году, каждый десятый человек на планете не мог полноценно питаться. Или голодал, или недоедал. В этом году ситуация ухудшилась. Дополнительно перечисленным выше фактором добавился продовольственный кризис, связанный с введением санкций. В этих условиях в мире уже сейчас намечается зерновая гонка. Многие страны ищут новые логистические цепочки и партнеров. Пожалуй, только сейчас мы начинаем осознавать, что аграрии, фермеры, сельское хозяйство это стратегическое не только для страны, но и мира отрасль экономики. Татьяна Тимошенко продолжит. Татарстанские поля такие, что их не то, что не перейти, а сзади не объехать. И на этих просторах те, кто выбрал труд на земле, прокладывают свою колею. Ильгиз Шихатаров всю жизнь на селе, работал на элеваторе, на сахарном заводе, последний четверть века сеет и пашет. И это как раз тот случай, когда поле буквально спасло деревню. Сейчас на предприятии работает около 60 человек, практически все односельчане. Когда в 15-м году мы сюда пришли, я говорю мы, потому что один в поле никогда не воин. Когда мы сюда пришли, я машину в дозе дороги оставлял, потому что нельзя было проехать. А сейчас асфальтовые дороги, фитнес-клуб, школа отремонтирована, зона отдыха. Мы сделали, наверное, максимум для населения, чтобы она, вот молодежь оставалась, чтобы она свое место здесь нашла. Эти кадры мы снимали два месяца назад, тогда зерно текло рекой, предприятие Колос в результате вошло в пятерку лучших. Сейчас главный агроном, один из самых молодых в республике, следит за последним сбором кормовых культур. Ильнору чуть за 30 в свое время окончил в сельхозтехникум и женат, воспитывает ребенка. Ну, вы любите землю? Да. Почему? Не знаю даже, может, вырос просто в деревне, поэтому... Никогда не хотелось никуда уехать? Нет. Лопата довольно тяжелая, килограммов 10 берет, и работа, конечно же, на земле непростая. Мы в этом кормовом центре оказались не случайно. Он считается одним из самых лучших в республике. Расскажем подробнее. Ангар был построен за три месяца силами своего предприятия, своих сотрудников. О том, что предприятие производит свою кукурузу, свой ячмень, говорить, конечно, не приходится. Здесь же на их основе производит корма для коров, которые полностью обеспечивают ферму. Ну, такая вот автономия и такая вот независимость на примере одного небольшого хозяйства. Перед большинством предприятий стоит многозадачность в их числе и строительство новых мощностей. Это фундамент развития. Здесь, кстати, стройка не стоит, как раз фундамент сохнет. А в соседней агроферме с говорящим названием «Татарстан» работы также идут полным ходом. У нас смешанное производство, да, у нас 3647 гектаров земли, молочно-товарная ферма. В 2020 году провели реконструкцию коровника. В 2021 построили доильный зал. Завезли не теле из зданий 204 главы. В 22-й год как вошли? В 22-й год, ну, как бы, несмотря на то, что время не особо, ну, как сказать, сложное, непростое время, но все равно у нас все идем по плану. Стройка, как бы, вот сейчас телятник строим. Идем, как бы, по намеченному курсу. Айрат Халитов, строитель по образованию, за два года руководства предприятием, вывел его на уровень строительного бома, родился и вырос в Ульяновске, из столицы областного центра собирается переезжать в Тетюши. То, насколько будет полным стол, спрогнозировать можно в рабочей столовой. Кормят тем, что вырастили сами. Хозяйка на кухне в горячий сезон ежедневно. Она кормит до 80 человек, и повар, и пекарь. Ее хлеб идет и в местные магазины. Друзья, вы работали в Казани 10 лет. Вы не жалеете, что вернулись опять? Ой, нет, не жалею. У меня тут дети, внучки. Раз в год, когда большая страда уже позади, отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Тружениками села вручают награды, подводят итоги и ставят задачи. Агропромышленный комплекс активно развивается. В республике продолжается строительство и материализация животноводческих объектов, зерна, торгов, элеваторов. Только за последние три года объем инвестиций составил порядка 81 миллиарда рублей. Важно продолжить развитие агропромышленного комплекса. В текущих условиях мы должны полностью обеспечивать наших граждан основными продуктами это вопрос продовольственной безопасности. В полях продолжается гонка. Гонка за результатом. Дни терять нельзя. Скоро заморозки. Работа с 6 утра до темноты. Урожай сахарной свеклы такой, что на заводах разгрузка идет без остановки. В Тетюшском районе надеются на лидерство. По зерну уже вырвались передовики. Это не предел. Для нас это, конечно, это была фантастика в роли фантазии просто 200 тысяч тонн хлеба собрать. Естественно, конечно, для нас было это, для нашего района это 100 тысяч, скажем, это предельно. Допустим, если 80-90 тысяч сахарной свеклы собрали, это было очень хорошо. В этом году Алла Аберсиа, я думаю, где-то 350 тысяч тонн сахарной свеклы. Естественно, конечно, я же сказал, вот есть наука, очень хорошая у нас научная база в республике Татарстан. Работаем мы научными и исследовательскими институтами вообще в целом в Российской Федерации. Есть технологии, которые сегодня применять надо. И все с ним, конечно, минеральные удобрения. Ну и сроки. Несмотря на то, что мы находимся в зоне исковного земледелия. Планирование в сельском хозяйстве и стратегическое сегодня в районах готовится к будущему урожаю. Семена заложены, договоры на поставки заключены, техника уходит в ремонт, поля сазимой пшеницей уже дали всходы. Мы все патриоты. Мы все стараемся, делаем свою работу. Приходим на работу рано утром и до позднего вечера. Все это нормально. Так должно быть. Мы сельхозпроизводители. От нас другого не ждут. Патриотом своей страны и своей земли. Ну и Родина, конечно. А значит того, что сельское хозяйство очень трудная отрасль. Знаете, когда видишь вот это, душа радуется. Те, кто выбрал эту свою колею, гордо могут носить звания и троженников, и созидателей. Ведь сельское хозяйство остается базовой отраслью экономики, обеспечивая благополучие и сел, и городов, и страны. Татьяна Тимошенко, Дмитрий Шлемин, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Отсюда, вот с второго этажа Михляевского дома открывался прекрасный вид на Волжские просторы. Это был олигарх, очень серьезный. Театр Первый и Казань. Что правда, что вымысел и тайны дома Михляева. Рустам Иниханов провел заседание наблюдательного совета особоэкономической зоны Иннополис. Здесь рассмотрели заявки 10 новых компаний, 4 резидентов и 6 партнеров. Компании создадут 153 рабочих места и привлекут почти 600 миллионов рублей. Объекты строительства в историческом центре Казани осмотрел Рустам Иниханов. Все проекты уже рассматривали на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности. Тогда было принято решение рассмотреть их с выездом на место. На этот раз в постели мечеть Марджани Рустам Иниханов поручил подготовить документы для реставрационных работ, провести в порядок фасад и крышу. Рустам Иниханов встретился с новым генконсулом Китайской Народной Республики в Казани Сянбо. Встреча прошла в Доме правительства. Президент пожелал генеральному консулу успешной работы на новом посту и отметил у Татарстана и Китая много совместных интересов и высокий уровень сотрудничества. В Казанском Кремле чествовали победителей и призеров финала национального чемпионата молодые профессионалы. На соревнованиях в Саранске сборная Татарстана заняла второе место. С победителями встретился Рустам Иниханов. Рустам Иниханов провел заседание Инвестиционного совета республики. На встрече поддержали семь представленных проектов, большинство из них в сфере туризма. На территории Верхнеуслонского и Камско-Устинского района планируется построить глэмпинги. В Зеленодольском на берегу Волги запланировали гостиничный комплекс. В Казани состоялась премьера документального фильма «Мустай». Он посвящен жизни и творчеству народного поэта. Это фильм про человека, счастье и достоинство. Так о картине говорит его автор Саида Медведева. На показ приехал и президент республики. Орденом Дуслык за плодотворное сотрудничество с республикой и вклад в дело охраны здоровья населения Рустам Иниханов наградил Сергея Готье, директора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. В свою очередь главный трансплантолог Минздрава России вручил президенту Татарстана медаль «Академик Шумаков». Центр духовного и творческого развития прихода храма Серафима Саровского в Казани посетил Рустам Иниханов. Здание безвозмездно передали Казанской епархии четыре года назад. В январе здесь начались занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Президент оценил ремонт и оснащение, пообщался с воспитанниками. 20 октября прошло заседание парламента. В частности, Рустам Иниханов депутаты рассмотрели 22 вопроса главный бюджет республики на предстоящие три года. Дефицит 27 миллиардов рублей. В Татарстане создан оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента России. Напомним, в среду Владимир Путин ввел разные режимы готовности в регионах страны. Татарстан оказался в режиме базовой готовности. Рустам Иниханов провел первое заседание оперштаба. В его составе 25 человек во главе с президентом. Заместителями определены Алексей Писошин и Азгат Сафаров. Первое общественное пространство со всей инфраструктурой появилось в Казанском Салават-Купере. На шести гектарах озеро с пирсом, зона для активного отдыха и даже теплицы, где будут обучать растеневодству. Преобразование оценил и Рустам Иниханов. Рустам Иниханов поручил главам районов оказать помощь семь семьям мобилизованных. О поддержке родных призванных граждан говорили на совещании в Доме правительства. Кроме того, мобилизованных татарстанцев освободят от транспортного налога. Закон и проект одобрили накануне на сессии госсовета. Президент поставил задачу главам районов совместно с комиссариатами в кратчайшие сроки составить реестр военнослужащих. Президент Татарстана чествовал женский клуб по хоккейу на траве Акбар с Динамо. Команда вернулась в Казань из Волгодонска, где стала чемпионом России. За всю историю клуба это их третий титул. Мы продолжаем программу «Себней». А теперь о транспортной стройке, за которой мы пристально следим в этом году. Особенно мы, жители Казани. Реконструкция Горьковского шоссе. Не следить за этим невозможно, хотя бы потому, что поток обязательно занесет вас в эти края на выезд из города в сторону Зеленодольска. Наверное, в общих чертах уже каждый знает, что именно будет на этом отрезке от Казани до Залесного. И мы сегодня не будем углубляться в проекты, макеты и прочие технические подробности. Нам интересен смысл. Почему расширяют дорогу? Почему строят развязку на въезде в город? Конечно, каждый автовладелец с легкостью ответит на эти вопросы. Потому что пробки. Почему же еще? Но это ответ из настоящего. Ответ, который рожден обстоятельствами. И это даже не единственный ответ. Вопросы, которыми мы зададимся сегодня, немного другие. А поможет ли? А надолго ли? И, возможно, главный вопрос. А можно ли было вообще избежать этих вопросов? Об этом Михаил Любимов. Мы находимся на том самом участке практически выезда из города, который и изменится наиболее в ходе реконструкции Горьковского шоссе. Казалось бы, куда уж еще расти? А есть куда? Ввысь. Трехуровневая развязка на стыке четырех улиц Болотникова, Фрунзе, Восстания и, собственно, шоссе. Развязка прямо в городе, под окнами домов, попытка со свистом выбросить отсюда все, что сюда попадет. Это же стремление читается и дальше. Убраны все светофоры и пешеходные переходы. Это хрестоматийная шулица. И вплоть до улицы музыкальной она дарует жизнь только надземным переходам, эффективность и привлекательность которых общеизвестна. Жители улиц Болотникова и Фрунзе отныне жители разных городов Республики Татарстан. Ну, честно говоря, мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку, который придумал построить здесь эстакаду. Честно говоря, это максимально античеловеческое решение, поскольку ее сделают фактически просто под окнами жилых домов. То есть мы можем примерно догадаться, что следующая опора она будет где-то здесь вот, непосредственно около ЗАГСа, непосредственно около жилого дома. То есть и люди, которые живут на втором и третьем этаже, ну и тем более, на первом им будет как-то очень некомфортно просыпаться утром. Даже если условно сделают какие-то шумозащитные экраны, в любом случае смотреть в стенку тоже никому, наверное, не хочется. И фактически сейчас мы таким образом мы этот район разрезаем, и человек уже лишний раз подумает, а нужно ли мне идти на ту сторону. То есть мы как бы дополнительно создаем этим людям препятствия. Причем не очень понятно ради чего, поскольку мы в любом случае рано или поздно в городе приедем в светофор. Прямохождение жителей города принесено, конечно, в жертву богу пробок. Но так ли эффективно это сакральное слабительное? Переместимся на один километр в сторону выезда из города. Территория у магазина факел. Да, улица здесь окончательно мутирует в магистраль. На земный переход становится надземным. Люди больше не помеха. Но тут и без них помех хватает. Вот этот знак стоп перед железнодорожным переездом похоже никуда не денется. Как и сам переезд. Ну, как бы вообще в принципе говорить о скоростной трассе в черте города в принципе довольно странная идея, поскольку в любом случае у нас в городе ограничение скорости 60 км в час. То есть в любом случае у нас перед железнодорожным переездом остается знак знак стоп никуда он не девается. Вот эти рельсы они останутся? Согласно проекту, на последнем случае то, что мне ответили по службе мэрии, рельсы остаются. Значит, автомобили здесь каким-то образом все-таки скорость терять будут? Вся эта конструкция кажется очень странной, поскольку такие самые болевые точки, которые держат весь поток, они никуда не деваются. То есть что этот переезд, что светофор, но Можайского тоже в проекте остается. И в этом контексте мне непонятно, в чем вообще тогда смысл делать развязку с восстания, в чем смысл сделать там эти подземные взородные петли на Фрунзе и Болотниково, если в любом случае остается тот участок, который держит весь поток, который его притормаживает. Одну полосу добавим и все поедет. Вот у меня такое ощущение, что вот эта реконструкция, она полностью соответствует вот этому вот гимну дорожников, что мы вот добавим сейчас еще одну полосу на Горьковское шоссе и все супер-супер развяжется. Но как показывает практика, в любом случае рано или поздно вот эта на руку с лишней полосой она приходит в любом случае в то же самое узкое место, в которое она приходила изначально. Когда дорога станет шире, проблема никуда не денется, просто стоять будет не дорога, а сразу все, что после нее или до нее, если на выезд. Просто потому, что автомобилей в городе станет много, потому что каждый по этой дороге заедет на автомобиле. Это то, что называется спровоцированный спрос, да? Да, спровоцированный спрос. И если я сегодня оставил автомобиль за городом и приехал на такси, то при хорошей дороге я постараюсь в любом случае заехать на автомобиле. Секундочку, но мы же знаем, что третья полоса там, где она будет добавлена, а дорога до Залесного уже кое-где шестиполосная, так вот, эта третья полоса и будет автобусная. Догадывайтесь, почему днем она будет возить воздух, а утром и вечером стоять в тех же пробках? Догадывайтесь. На те же, в принципе, деньги можно было сделать здесь вместо этой дополнительной полосы полноценную выделенную полосу для автобусов. Само все место, сам по себе, так что, что здесь лесопарк и очень долгое время нет таких пересечений, он как бы самая местность просит, чтобы мы сделали именно в этом коридоре здесь скоростной автобус. То есть, когда я сейчас утром планирую поехать в город, я выбираю автомобиль, выбираю поехать попозже, выбираю загрузить эту дорогу. Хотя, если бы существовал общественный транспорт, который работает гарантированно, я бы точно выбрал его, потому что я бы мог в 9 утра сесть в автобус и в 9.40 быть уже в Казани. Но я это не выберу. Почему? Потому что автобус просто встанет на той же дороге в той же самой пробке. А институты развития города должны сходить из нескольких других позиций, планируя на долгосрочную перспективу формирование каркаса города. Если этого не будет, мы будем только лечить назревшие проблемы. Мы каждый раз, вспоминая решение генерального плана, говорим о том, что надо делать его полицентричным. А что мы сегодня делаем? Мы продолжаем стягивать в центр. Конечно, бизнес заинтересован осваивать уже интересные места. Но это путь в обратном направлении. Полицентричный город это город со множеством центров. Чем больше таких колес у нас в городе, тем лучше связи, тем меньше расстояние, перемещение, нагрузка на транспорт, на дороги, на центр города. При условии, конечно, что в центре каждого такого колеса создана своя экономика и своя культура, образование, досуг. То есть, это мини-город, где не только спят, но и бодрствуют, где есть какая-то городская жизнь. Никто не спорит, что подобная диета трудна и расползание города вширь неминуемо. Но трудна не значит невозможно. В том же Кировском районе есть немало городской земли, где либо не живут, а существуют, либо не живут вовсе. Заброшенные промышленные зоны, нетронутые цивилизацией крестьянский быт, сотни, тысячи гектаров земли именно в городе. Это город, а не периферия. Это то самое полуживое пространство между подшипниками города и его резиновым ободом. Что дороже, развивать эти проблемные жилые территории или строить что-то беспрепятственно на полях, на периферии? Ответ на этот вопрос зависит от одной детали, которая выясняется после. Дороги, развязки, тоннели и съезды, миллиарды вложений, которые вынужден делать город. Отчего-то каждая такая беременность не запланирована. Просто однажды мы начинаем догадываться, что будут еще две полоски. Если вы не оптимизировали зонирование, заставили работать транзит, причем в ускоренном режиме, запланированность новыми площадками, не обеспеченными местами приложения труда, никакой хайвэй вам не поможет. То есть поможет, конечно, но на короткое время. А мы так и живем. Создание новых связей, новых маршрутов, нового транспорта это не сразу. Это долгосрочное планирование. А ехать хочется здесь и сейчас. Власти города, конечно, понимают, что вот это не решение. Это костыли, которые не лечат болезнь, а лишь позволяют как-то стоять на ногах. Власти города и транспортные идеологи республики, как нам кажется, не очень так же далеки от мысли, что транспортные проблемы любого большого города невозможно решить строительством новых дорог. Известная фраза, которую сказал Станислав Ежелевс, ну, допустим, пробьешь ты голову в своей терренной камере, ну, что ты будешь делать соседней. Транспортная наука, практика всех других городов показывает, что потом эти дороги превращаются в памятники, некоторые даже не хотят их сносить и оставляют просто эстакаду, чтобы показать, что не надо так делать следующим поколениям. Михаил Любимов и Андрей Ключников. Семь дней. Очередная спортивная победа года. Казанская «Динамо Акбар» стала обладателем Суперкубка России 2022. Наши прекрасные волейболистки обыграли калининградский локомотив, можно сказать, сухую, со счетом 3-0. Суперкубок России среди женских команд разыгрывается с 2017 года между действующим чемпионом страны и обладателем Кубка. Напомню, в 2020 году «Динамо Акбар» стала обладателем трофея. В 2021 году Суперкубок не состоялся, и вот сейчас снова победа. Как разыгрывалась блестящая спортивная партия, в чем была хитрость и ловушка для соперников, сейчас узнаете. Тактические секреты от нашей прекрасной во всех смыслах команды в репортаже Диляры Юсуповой. Первые крики «Ура!» непосредственно в камеру. Живое волнение и спонтанная радость на площадке, а уже после можно и выдохнуть. Вот она победа в руках, в прыжке, в визгах и объятиях. Наши волейболистки сразу задали тон в первом сете и больше не сдавали. Первый счет открыли блоком, перейдя в активную атаку. В какой-то момент «Локомотив» немного сокращает дистанцию, но «Динамо» не позволяет соперникам перехватить инициативу. Я думаю, вообще, на самом деле, со вчера началось, и вчерашняя тренировка тоже показала боевой настрой, и сегодня выход с первого мяча это нечто феноменальное, потрясающая игра, 3-0. Удивительно вообще, просто, без слов вообще. Вторая партия шла почти вровень, но игру перевернула атака Королева и блок Заманской. 7-5 в пользу «Динамо Акбарс». А дальше соперники совершают ошибку на ошибке, но дело не только в слабости конкурентов. Шикарный блок и подачу в этой игре «Динамо Акбарс» нельзя не заметить. Очень хорошо сыграла вся команда. Можно выделить темпов, которые поставили очень много блоков, то есть мы поставили 14, а нам 3, то есть это очень мало для них было. И мы игру зарешали, я считаю, темпами, но выделить могу всю команду, потому что вся команда была собрана и играла очень хорошо. Команда на выдохе и сразу на вдохе, в раздевалке все как обычно, будто и не было пару дней назад этой оглушительной победы. Снова растяжка, привычный узелок волос и мельком просмотром матча, как там у наших парней. Давай, мальчик, бежать, бежать, боком, середина, обратно, одна нога, высокое бедро. Первая тренировка после приезда в Казань обычному человеку и не снилось, как у них там в профессиональном спорте. Только разминка, будто полноценный выброс адреналина, то на корточках, то бегом, то трусцой и яростный голос тренера. Он вообще не покидает площадку. Какие там интервью? Ему нельзя. Мне не до вас, у меня игра. Подачу требуем, хорошую подачу очень много отрабатываем. Соответственно, мяч, если хорошую подачу провели, или тактическую, или там сильную, неудобную зону, отодвинули от сетки. То есть это уже успех? Да, да, да. И, соответственно, мяч от сетки отодвинули, и уже проще выбрать место блокирования. А самая красивая партия разыгранная, это какая? Которая закончилась 25-0. А вот главный тренер Решат Елизудинов, серый кардинал команды. Он всегда где-то сбоку, но в центре. В центре главных решений и особой стратегии, озвучивать которую можно лишь полушепотом. Некоторые тайны должны оставаться нераскрытыми. Их победа всего лишь результат слаженности, говорит тренер, подтверждает его команда. А еще ярость, спортивная злость. Это она вспыхнула в этих сильных девушках после предыдущего поражения нижегородской спарте. Это она стала главным мотиватором. Когда все идет гладко-сладко, конечно, иногда бывает, что и попадаясь в этот медок, тут получилось так, что немножко крылышки обозлили, в этом случае чуть вылетели. Изулия позлее, наверное, вот так вот. Нужно было найти слабые стороны противника, надавить на них. Как вы готовите своих спортсменов? Как вы их заряжаете? Криком страшным. Серьезно? Ну и такое бывает. Годы идут, а Динамо Акбар остается. Меняет название стратегии лица. Но всегда попадают в цель. Каждый спортсмен главный, каждый игрок ведущий. Этим и славится волейбол. У каждого свое место. Елизавета Лукьянова в позиции диагональной связки. Это нападающий игрок, который атакует с первой и второй зоны. Самая высокая девушка в команде. Хотя рост, говорит, вовсе не критерий. Мне возможно сказать, что эта позиция важна, а эта не важна. То есть невозможно сыграть игру без какого-либо игрока и имени какой-то либо позиции. Поэтому все важны. Мы ввели с первого мяча и в принципе держали это преимущество. На самом деле когда держишь такое преимущество комфортнее. И когда все равно ты догоняешь это стресс для команды и для себя как для игрока. Поэтому стараемся этого избегать. Несмотря на то, что победа была в сухую, интрига все же оставалась в каждой минуте. Локомотив, чемпионская команда. Наши волейболистки все ждали. А вдруг соперники водят за нос. Но оказалось все наоборот. И это несмотря на нашу игру в гостях. К этому кстати тоже готовились. Везло, что именно мы играли в Калининграде. Это самый крутой зал сегодня. Ну такой аналог нашего баскетхола. Это самые крутые болельщики. Там было около пяти половиной тысяч болельщиков. Вы видели картинку. То есть это именно было то, что надо. И мы даже готовились к игре. Вот в этом зале где мы сейчас находимся выставляли звуковую поддержку имитируя рев трибун, которые были против нас. Для того, чтобы нас трибуны не задавили. Динамо Акбарс это бренд волейболе. Это сам по себе казанский титул. С 2010 года команда не расстается с трофеями. Шестикратный чемпион России, а теперь еще и двукратный обладатель суперкубка. Вспомнить хотя бы нашу легендарную Екатерину Гамову, которая в 2014 добилась абсолютного триумфа, став лучшей в Европе и мире. Но для них, впрочем, игра не окончена. Впереди новая борьба и она будет почти смертельной. В Красноярске полуфинал Кубка России. Причем мы попали в группу смерти, где играет мы, Динамо Москва и Красноярск и Минск. Ну, понятно, что все будет сводиться к тому, что опять будет вот это наш многолетний дерби Динамо Москва, Динамо Казань. Так что это вот буквально обе игры и 22-го и, значит, игры в Красноярске это игры от ножа, игры, где, ну, нет права на ошибку. Игры в полуфинале проводятся туром в один круг с 27 по 30 октября. Сложный соперник, но шансы есть. Пока наша команда сохраняет уверенность, приобретенную на играх в Калининграде и пока мяч на нашей стороне, очертания будущей победы сияют все сильнее и ярче. Диляра Исупова, Дмитрий Шлемин, Роман Безменов, 7 дней. Казань! Казань, безусловно, во многих отношениях уникальный город, равного которому по историческому наследию культурному и религиозному многообразию, пожалуй, больше нет в России. В 2022 году мы празднуем 300-летие визита Петра Первого в Казань. Ему самому в этом году 350. Кстати, я думаю, многие помнят эту легенду. Петр Первый приехал в Казань в далеком 1722 году, как раз в день своего юбилея и отпраздновал его в нашей столице с полагающимся размахом. Ночевал он в доме Михляева, что на современном перекрестке улиц Профсоюзной и Мусы Джалиля. Там на доме долгие годы и табличка, соответствующая, висела. Правда это или вымысел? Это нам и предстоит узнать сегодня. Но не только этого. Поговорить о доме Михляева, о построенном этим знаменитым купцом Петропавловском соборе нас заставила новость, мимо которой нельзя пройти. На этой неделе стало известно, что реконструкции дома Михляева быть. Решение принято президентом республики. Это значит, что еще один очередной бриллиант в короне Казани будет сохранен благодаря Рустаму Миниханову и будет привлекать к себе внимание туристов. Что мы получим? Какое будущее у дома Михляева? И да, не забудем, какое же у него прошлое? Об этом Михаил Любимов. Ярлыки это самое долговечное средство от правды. Еще недавно на этом доме висел самый стойкий ярлык, гласящий, что в доме Михляева памятники конца 17 века в 1722 году, то есть ровно 300 лет назад, останавливался сам царь Петр. Сегодня на доме уже нет физически таких громких заявлений, но ярлык-то куда денешь? И сможем ли мы однозначно определить сегодня, что тут правда, а что нет? Посмотрим. Давайте познакомимся с действующими лицами. Вот главный герой Иван Афанасьевич Михляев, 55 лет отруду, богатейший человек своего времени, владелец, впрочем, стоп, мы уже едва не прошли через самый стойкий миф, которому вообще ничего не страшно. Дело в том, что настоящая фамилия нашего героя Микляев, через К, а не Х, что хорошо известно любому специалисту. Сохранилось множество свидетельств тому. В Национальном музее Республики, например, есть вот эта чаша потир, подарок Михляева собору, на которой ясно читается его настоящая фамилия через К, а не Х, Мик Ляев. То же самое и во всех документах, но время делает из звонких глухих, из гласных согласных, и мы покорно согласимся, что привычнее Михляев теперь. Так и будем называть нашего героя. Итак, Иван Афанасьевич, облика которого мы не знаем, так что тут уж мы врём точно, не имея других вариантов. Знаменитый казанский купец и промышленник, вероятно, из крестьян, выбившихся в люди. Торговлю пушниной, салом, пряжей, сукном, шерстью, кожевенные, винокуренные заводы, суконная фабрика. Одним словом, олигарх на 1722 год. У нас обычно его рисуют купцом обычным. На самом деле у него были дела и в мануфактуре Тамиса в Москве, у него были дела и в Башкирии современной, и в Балахне, то есть это был олигарх, очень серьёзный. Едва ли не лучшая в городе земля неподалёку от крепости, то есть от Кремля, была куплена Михляевым в 1720 году. Много земли. Никакой проезжей улицы тут тогда не было, и особняк стоял бы первым рядом на пересечении оживлённых городских потоков, необходимых предприимчивому человеку. Отсюда, вот с второго этажа Михляевского дома открывался прекрасный вид на Волжские просторы. Не будем забывать о том, что Казань была в массе своё одно-двухэтажной, ну, за исключением церкви. И здесь рельеф был иной, честно говоря. То есть сегодня всё сглажено, а тут был склон, западный склон Воскресенского увала, и появился этот дом. Дом это предмет наших дальнейших изысканий. Сейчас же о том, что вокруг него всё-таки то, что выросло из этой земли в начале XVIII века, величественный собор Петра и Павла, имеет куда большую известность, чем сам дом его создателя. В 1720 году Михляев покупает здесь участок, возможно, у нескольких домовладельцев, и здесь была церковь. ещё с 16 века возможно, деревянная церковь святых апостолов Петра и Павла. И Михляев решает обновить церковь, ну и со свойственным ему размахом. Петропавловский собор не обязан своим именем русскому самодержцу и назван в честь старенького прихода Петра и Павла, который, как мы уже сказали, стоял на этом месте с 16 века. Если бы в 1722 году Пётр вдруг и оказался бы здесь, то взору его предстала бы строительная площадка на уровне фундамента будущего собора и не более. Так что происходящее на экране просьба считать красивой легендой, которая гласит, что царю якобы собор был показан неким единым ансамблем с построенным уже домом и площадью у входа и в тот, и в другой. В действительности собор был достроен лишь после смерти Петра в 1726 году. Итак, собор Пётр не видел, но дом-то, дом-то он видеть мог? Была ли вот эта встреча в истории? Увы и ах, для всех баек разом. легенда о том, что Пётр был в доме Михляева и даже ночевал в нём, не имеет оснований. К 1722 году сам дом Михляева едва имел основания. Он ещё не был закончен даже. Он также строился. И эта тёплая встреча, увы, состояться здесь не могла. В юрналах Петра в его записях во время путешествия по Волге нет ни единого намёка ни на эту встречу, ни на факт пышных торжеств по случаю 50-летия царя в доме Михляев. Все ночи в Казани Пётр провёл на своём струге, на своей галерее, о чём есть точные записи в царских юрналах. Дом у Михляева не повредит миф другой, но точно совершенно, что и никакое развенчание мифов ему тоже повредить не может. Посмотрим на него повнимательнее. Есть ли у нас понимание, как он выглядел 300 лет назад? Есть. Любой посетитель Национального музея видел этот дом. Каменный двухэтажный, ажурная кирпичная кладка, крыльцо с подъёмом на второй этаж, наличники в стиле русского барокко, карнизы из гребешков. Всё это мы можем видеть и сегодня. Ладно и крепко собранный дом оказался очень стоек к трём столетиям потрясений. И это учитывая то, что последние сотни лет потрепало его немало. Гостиница, харчевня, чайная, склады, производственная цеха в аварийном, нежилом доме вплоть до недавнего времени. Это была кома, клиническая смерть, и отлететь от своего истерзанного тела душа этого дома могла и через бесчисленные дыры в почти напрочь отсутствующей крыше. Иван Иван Афанасьевич упокоенный тут рядом в колокольне собора мы надеемся не видел столь нецелевого расходования его средств и столь медленного угасания даже искры надежды на возрождение дома. У высоких идеалов тяжелая судьба, но природа изредка рождает и хранителей наследия, таких как Олеся Балтусова. Во многом благодаря ей последние 10 лет дом жил надеждой. Он был освобожден от нежеланных гостей, заколочен, законсервирован, душа его вернулась на место. Крыша на нем наконец появилась и все эти годы шел долгий процесс реанимации дома. 17 октября 22 года пришла новость, которую ждали много лет. в доме будет реставрация. Будет уже совсем скоро. Поскольку я этим объектом много лет занимаюсь, он мне уже стал как родной человек, старый дедушка дом такой опекаемый, я, конечно, пытаюсь каждый раз его встроить в какую-нибудь программу, поставить в очередь на реставрацию. И вот наконец-то на этой неделе это удалось получить согласование президента республики, и мы ставим его очередь, именно в его этапности начинается вторая очередь, это реставрация. Новость эта, как и сам дом для общественности оказалась новостью второго ряда. Для хранителей этот день исторический, долгожданный лучик света в этом темном царстве. Первые проблески этого света были видны еще в 2014 году, когда и начиналась здесь интенсивная реанимация дома. Тогда-то долгих три года ему спасали жизнь, рискуя, кстати, собственной зачастую. Зашли подрядчики, быстро сделали противорийные освоенные поля вокруг здания, чтобы оно не ползло по склону, и вот дальше уже делали инъектирование внутри стен, здесь ставили каркас, это уже 14-й, 15-й, 16-й годы, годы ушли. Так некоторые здания, они десятилетиями реставрируются и это как раз тот случай. Вообще сам факт того, что мы с вами здесь сегодня ходим уже чудом, мы не смогли бы себе этого позволить несколько лет назад, просто бы не пустили, мы бы с вами сами не пошли, потому что можно не выйти отсюда. Ну да, сейчас он уже укреплен, полностью сконсервирован, и мы ждем следующего этапа этой реставрации. Дом Михляева это дом-трансформер. Он сам музей архитектуры. Здесь от 17-го до 19-го века порою один маленький шажок, особенно на первом этаже. Вот сейчас, например, под нами век 17-й. Сейчас перекрытие разобрано, которое, поскольку делали усиление свода и усиление стен. Здесь будет уровень пола, и, конечно, посетители этого уже не увидят. Но они видят снизу эти замечательные своды. сейчас мы можем увидеть их сверху конструктив, как они выглядят. А так снизу, разумеется, вся красота будет видна. Все, что мы видели, конечно, будет сохранено и предстанет вскоре в своем лучшем виде. Но для чего? Что тут будет? На этот вопрос ответ найден еще 10 лет назад. Дом Михляева передан Музею Изобразительных Искусств Республики и специалисты музея вместе с архитекторами и исследователями дома разработали проект приспособления. Это выставочное и образовательное пространство ремесленная мастерская для детей и взрослых. Идеальный вариант для дома, который требует особого к себе отношения. Изначально идея создания ремесленного центра детского и юношеского принадлежит музею ИЗО. Понятно, что сложные технологические процессы здесь невозможны. Кузница, которая связана с огнем или с вибрацией, это все мы отмели. На этой предварительной реконструкции варианта фасада нет пристроя 19 века. Но в окончательном варианте он все-таки есть. И вот в таком виде и предстанет вскоре дом Михляева перед посетителями. С одной стороны, вроде грустная судьба, а с другой стороны, какой еще из домов может похвастаться, что простоял 300 лет и еще есть перспектива. Мы же охраняем наследие, мы должны его передать потомкам в надлежащем виде. То есть нельзя допустить, чтобы при нас это было утрачено. Мы в 21 веке, обладая всеми технологиями, знаниями, не можем позволить просто так бездарно пропасть такому уникальному кварталу казанскому историческому. Мы, конечно, должны сделать все, чтобы он получил новую жизнь. И вот это для нас главное, что это наследие должно и сохраниться, и зажить новой жизнью. Михаил Любимов, Андрей Ключников, Дмитрий Шлемин, и Роман Безменов. Семь дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Борога сгада и из Гателя Кляр. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды в студии Илья Андреев. В ближайшие минуты расскажем, что ожидать предстоящие семь дней. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода на северо-востоке ожидаются дожди с понедельника и по среду и с пятницы по субботу. Снег прогнозируют в воскресенье. Облачные без осадков обещают в четверг. Температурный режим в целом идет на понижение. Самый холодный день недели в четверг. Днем один градус тепла, ночью два градуса мороза. Самым теплым обещают быть понедельник, ночью два градуса, днем пять градусов выше нуля. Как писал русский поэт Александр Пушкин, с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. Привычкам бытия вновь чувствую любовь. На юго-востоке Татарстана начало недели ожидается пасмурным. Пройдут дожди с понедельника по среду. В четверг облачно, без осадков. Возобновление дождя ожидается в пятницу и завершение в субботу. В воскресенье самый холодный день недели обещают снег. Ночью температура опустится до отметки три градуса ниже нуля. Самый теплый день недели понедельник днем до четырех градусов выше нуля. Как отмечал русский драматург Антон Чехов пахнет осенью. А я люблю русскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое, красивое. В центральных районах республики в понедельник самый теплый день недели ожидается облачная погода с дождем и температурой до шести градусов тепла. Ночью три градуса выше нуля. Снег обещают быть во вторник, пятницу, субботу и воскресенье. Как писал американский поэт Уильям Брайант осень последняя самая восхитительная улыбка года. На эго-западе Старостана в самый теплый день недели понедельник по прогнозу дожди. Днем около шести градусов тепла, во вторник осадки в виде дождя и снега и уже около трех градусов тепла. В среду, четверг прохладное и все небо залито облаками без осадков. В пятницу по воскресенье дожди. На северо-западе республики и в Казани в понедельник начнется дождь. Днем воздух прогреется до шести градусов тепла. Дожди, переходящие в снег, ожидаются в пятницу, субботу и воскресенье. Пасмурные без осадков по прогнозу со вторника и по четверг. Минусовые температуры ожидаются по ночам четверг и воскресенье. Как говорил американский писатель Рэй Брэдбери, октябрь, боже мой, любимый месяц готов его поедать, вдыхать, тягивать запахи. Ах, это мятежный и печальный месяц. Завершающая неделя октября покажет нам все прелести осени от порывистого ветра до мокрого снега. Но несмотря ни на что пусть вас согревают теплые домашние вечера и объятия любящих людей. Желаем вам неиссякаемого солнечного настроения и крепкого здоровья. До новых встреч на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин